Расскажите, пожалуйста, о времени и его свойствах. И как использовать свойства времени, чтобы намеченные планы получились? Этот вопрос очень просто решается. Хотя, понимаешь ли, мне умники скажут, что я полный идиот. Но так или иначе. У древних греков, а мы в нашей, понимаешь ли, образовательной системе смотрим на Запад. Хотя, то же самое есть и у китайцев. Значит, время делится, имеет три аспекта. Длительность, порядок следования и фаза. Время – это волна. Поэтому, значит, амплитуд чистофаз. Так вот, значит, то время, которое в голове у нас, в связи со школьным образованием и в связи с ньютоновской картиной мира, это только длительность. Тогда, как, значит, есть порядок следования событий, независимости от их длительности. И счастливый случай. А это тогда, когда можно вскочить на набегающую волну, поймав фазу. Значит, у греков это называется хронос, от этого хронология. Это линейка дат. Циклос – это вращение. Это вот возвращение на круги своя, что, так сказать, в Писании. Значит, и идет дух там, да-да-да-да-да-да, и возвращается на круги свои. Дух идет, то есть, время там, где дух. И это – Священный Писание. Ну и Кайрос – это счастливый случай. Значит, счастливый случай – это набегающая волна вот так вот. ты поймал этот счастливый случай и вся вселенная будет тебе помогать вот о чем речь идет о том что такое время у китайцев это все расписано понимаешь но я еще расскажу у китайцев есть циклические знаки больше ни у кого нет циклических знаков в греции нет циклических знаков в кембридже нет цикличесvent в гарварде нет циклических знаков в московском государственном университете имела моносуа нет циклических знаков makes these циклические знаки и это порядок следования без величины как ну это китайский календарь но вот вот где календарь грео грецы календарь это линейка до от сотворения мир до конца света китайских циклических календарь это бесконечные витки развития развития вития раза это витки и витки это прогресс и перемены вот что это такое ну в школе не учат как узнать к какому из мировых проектов вы относите себя но я большая евразии третий орда ну поймите правильно с позиции красного полковника занимающийся разведкой комментарии я значит должен топить это современное так сказать слово за тех кто побеждает они за тех кто проигрывает 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 вот эти которые удерживают а выиграть те которые захватывают поэтому я за захват будущего друзья приглашаем вас поддержать музей конструирования будущего совершенно новое явление в жизни общества задача этого небывалого музея является не сохранение артефактов прошлого а собирание фокус луча образа будущего пронзающего темные времена человечества чтобы был перекинут мост через миры и века к царству правды форма поддержки и объем помощи могут быть разными главное чтобы они были идущими от сердца и посильными всю информацию смотрите внизу в описании ролика что будет на месте нынешнего израиля кому останется израильская инфраструктура на месте израиля будет израиль значит другое дело что евреи потекут в новую хазарию с одной стороны в одну сторону троичные евреи на на четверть бывший наш народ это на высоцкий они в новую хазарию вот это на украину вокруг государственности республики крым а двоичные в америку от от откачует а что там будет что-то будет в окружение понимаешь евреи и арабы это же по библии это же братья сводные сводные папа один а мама раз вот что там вы всегда сравниваете россию с могли из книги джунгли а что скажете про героя наших сказок ивана дурака я занимаюсь разведкой комментариев в глобальном масштабе с высоты стратегии показываю пальцем на то что книга джунгли это иносказательный символический программа масона о новом мировом порядке только поэтому я туда пальцем и показ книжку написал антикиплинг ну киплинг это значит книга джунгли а антикиплинг это вот я бестолковый значит что касается сказок значит про царевна лягушку там василиса премудрая иван дурака я эти все образы всегда использую и показываю как эти образы и эти силы развертываются в ту политическую практику которая есть потому что если опираться на свое на голос крови и зов сердца то ты не изменишь своему я своей самости да против против картины я я должен сказать что иван дурак и василис премудрая они не противоречат тому что написано в книге джунгли потому что побеждает маугли а маугли это и из россии почему пандемия так неожиданно улетучилась из информационного поля потому что это был план подготовки значит следующего этапа глобализации по замыслу планировщика все записано в книге значит нового завета в апокалипсисе апокалипсисе это откровение от богослов это идите прямо понимаешь к нашему святейшеству и спрашивайте на этот счет как они там это делать трактуют они молчат поэтому приходится мне толковать а там что четыре садника апокалипсисе это сначала чего мор эпидемии эти самые второе чего война третий что голод четвертый смерть вот по этой картинке и мы все вместе вы я он она переходим в новый мировой порядок а смерть чего смерть либерализма а голод от чего а потому что если это нарастание нажима на человека на его дух и на его значит душевное состояние сначала всех вздернули понимаешь политической эпидемии это ж не чума от которой там косило понимаешь ли миллионами людей и никто не помер выше чем значит статистика что от гриппа не умирает от гриппа умирает а что там давайте посчитаем все вместе значит тут если я сейчас дальше буду рассказывать что это все плохо так я хочу сказать что это все хорошо а вот и ура значит ну иначе нас вычеркнут из этого значит из против фосс я за решение всемирной организации здравоохранения подготовили народ понимаешь ли что снимешь намордник и нету эпидемии а в наморднике эпидемии а снимешь намордник эпидемии нету вот так и победили вот идет эскалация куда эскалация в новый мировой порядок не могли бы вы почаще объяснять как высокие тренды небо политики повлияют на обычных простых людей трудяк коих среди нас большинство что им делать друзья мои если я это начну делать меня убьют а я хочу жить долго и счастливо почему рассказывать замыслы планировщика которые вскрывают так сказать коварные замыслы враг хитера ковары меня надо будет убить а я хочу жить долго и счастливо поэтому я вам рассказывать все мягко поэтому я китайский шпион крипто иудей извергатель говна юродивый там прочее ну если я начну это делать серьезно ну все меня завтра понимаешь ногами вперед отнесу почему япония тоже участвует в санкциях а не встала на сторону россии как китай китай не встал на сторону россии китай и нашим и вашим что касается значит политики в отношении японии так это понимаешь те которые сами и все время наши кремлевские начиная понимаешь с пятьдесят шестого года толкают толкают приставили нет вопрос был бы решен мгновенно и япония была бы союзником союза социалистической республики но дальше сыграли друзья доллар ша и вытолкнули японию в объятия североамерикан соединенных штатов создав нерешаемую проблему северных территорий не отдадим ни пяди вот и кушайте япония враг насколько по дороге плану соломона и евразийской орде вы их называете союзниками но нет ли между ними противоречий противоречия есть но небольшие дело в том что план соломона он он не для азии план соломона это старый свет так сказать в части эфидидология вот что это такое но китайцы никогда не собирают евреи никогда не собирались запрячь понимаешь в свой проект китайцев никогда поэтому они с одной стороны это план соломона с другой стороны датун великое днение они просто близнецы братья один инь другой ян я в нынешней ситуации все время рассказывают как лучше бы нам дорогим россиянам включая понимаешь ли татар и весь прочий турам быть вместе с китаем а не вместе с аристотелем хайдеггером фукуяна и прочим понимаешь ли урсулами фондерляя есть ли у китая будущее ведь поколение рабочих рук уходят в небытие а за ним и китай это кто вам рассказал когда понимаешь ли значит активисты четвертой промышленной революции говорят что человек это человек с его потребностями и с его понимаешь ли способностями это это новая нефть богатством информационного общества то в китае полтора миллиарда населения а у нас 450 поэтому в информационном обществе там где вместо нефтедоллара человек они побеждают какие ценности у черного интернационала в мировом масштабе и в чем его выгода в событиях на украине черный интернационал это реванш национал социализма национал это это мой народ а социализм это за всех вот где перспектива потому что национал социализм он начался где в италии и итальянское общество восприял и все было поначалу совсем и неплохо но тут мешался генеральный штаб это швей скажите СССР 2.0 и царство правды это одно и то же СССР 2.0 в понимании коллег Кургиняна конечно это не то что значит происходит и будет происходить в рамках развертывания проекта Большая Евразия Третья Орда но они близки почему потому что никто не изложил ну что там коллег Кургинян он что-нибудь изложил ничего не изложил где книжка или цитатник в котором можно это все прочитать нету а у нас есть и у нас есть основания космические а у коллег Кургиняна нет космических оснований он математик же у него мышление какое дважды двадцать четыре культурная революция устроенная Мао Цзэдуном привела к многомиллионным жертвам почему культ Мао до сих пор не развенчан и его портрет красуется на бумажных юанях вот тут потому что культурная революция культурная революция которую проводил Сталин это смера элиты это смена элиты культурная революция которую проводил Мао Цзэдун она убрала А вот эти вот партийные номенклатуры, клановые связи, она открыла много социальных лифтов, по которым простой человек, опираясь на свои деловые и личные качества, мог подниматься из грязи в князи. Это у нас как в народе говорят. Поэтому народ помнит, что культурная революция, она кого там вырезала-то? От тех же самых, кого вырезал товарищ Сталин. Он вырезал кого? Он народ что ли там вырезал до войны? Он вырезал, понимаешь, пламенных революционеров, троцкистов, потом этих самых, правый уклон, бухаренцев. И проводил, понимаешь, эту линию за народ. Против проклятой касты. А проклятая каста – это бюрократия. Вот что такое культурная революция. Это смена элиты. Да, понятное дело, что там было не сладко. Я в Китае 17 лет прожил и был генеральным директором совместного предприятия, где русский был только я и моя жена. Все остальное были китайцы, и все на китайском языке было. И, значит, у меня в конце концов там был заместитель, ветеран культурной революции. Я очень хорошо, я с ним общался каждый день, я очень хорошо понимал, что это за человек, куда, откуда. В культурной революции он не мог получить образование какое-то очень там специфическое, да, значит, он был поваром, вот. А поднялся, так сказать, благодаря личным качествам, личным качествам. Вот что дала культурная революция китайцам. А что дала культурная революция, Сталинская культурная революция в нашем бухгарнем Отечестве? Не будь культурной революцией, не было бы победы в Великой Отечественной войне советского народа. Народа! Потому что эта культурная революция в Советском Союзе, она выбила, выбила, понимаешь ли, вот эту пятую колонну. Ну, пятая колонна – это германский фашизм. Четыре колонны – это те, которые официально, так сказать, двигались на Рим. А пятая колонна – это изменники. Скажите, пожалуйста, как воспитывать детей и чему их учить в быстро меняющемся мире? Берем эти учебники сталинские и по ним и действуем. Все есть. Надо только из баллонской системы подготовки грамотного потребителя вернуться к системе подготовки созидателя-творца. А это все в сталинских учебниках. Начиная с букваря, арифметики, бурхударов и крючков. Ну, это как я там учился, там я не знаю, что. Что вы можете порекомендовать в первую очередь почитать из своих книг для расширения кругозора? Ищите и обрящите.